Еще неделю назад сюда, в областную станцию переливания крови, в день приходили 50-60 человек. Сейчас около 20. Доноров стало втрое меньше и врачи объясняют это карантином и ужесточением проезда на общественном транспорте. Медики, как никто другой, понимают важность ограничений, но уже опасаются за жизненно важные запасы крови. Никуда не делись родильные дома и их кровотечение, никуда не делись аварии, травмы, никуда не делись онкобольные, которые нуждаются в крови, в частности, в тромбоконцентрате. О запасах говорить нельзя. Мы держим по одному-два гемакона каждой группы для роддома или чрезвычайной ситуации, когда действительно это как бы резерв моет, если уже чрезвычайная ситуация где-то произошла, о никаких запасах говорить нельзя. Запасы могут быть, если каждый день будет 50-60 доноров. Медики утверждают, соблюдаются все противовирусные меры – масочный режим, измерение температуры на входе. Не говоря уже о стерильности инструментов и последующей проверке крови. Кстати, на коронавирус ее не тестируют. Случаев передачи вируса в результате переливания – нет. В зале забора крови людей немного. Есть как новички, так и завсегдатые. У некоторых донорский опыт – 15 лет. Но сегодня лишь удача позволила добраться до станции вовремя. У нас была несовместимость с женой. У меня положительная, у нее отрицательная группа была. Необходимо было ждать первую. А потом стали мне знакомы подходить. В соседнем зале процедура иная. Особой сложностью она не отличается. Только спецификой. Эта процедура называется заготовка тромбоконцентрата. Готовится определенному больному онкологическому. В данный момент готовим для гемогематологии на поселке Котовского. Доноров подбирается заранее, обследуется и готовится конкретно для каждого больного. Вот это доноры, энтузиасты, потому что можете себе представить, как им добраться и объяснить, это же не медработники, не люди, которые работающие, что они конкретно для больного сдают этот продукт. Узнав о том, что на станции переливания крови не хватает доноров, мы решили ими стать. Заодно и покажем эту процедуру тем, кто хочет сдать кровь, но почему-то не решается это сделать. Первая – регистратура. Называем данные, подписываем необходимые соглашения. Кстати, лично я к 11.30 стал 20-м, а значит есть надежда, что к концу рабочего дня в 14.00 донорская динамика будет выше, чем в последнюю неделю. Далее анализ крови из пальца, измерение давления и беседы у терапевта. Получаем халат. Документы оформили, анализы сдали, с врачами пообщались. Теперь направляемся в зал сдачей крови. В зале у регистратора оставляем документы. Заодно интересуемся динамикой донорства на сегодня. Далее сам процесс. Ложитесь на кресло, вам подключают систему для забора крови. В течение всей процедуры не забываем сжимать в руке грушу. Для получения 450 мл крови понадобится 7-8 минут, а после них заслуженное вознаграждение. Предусмотрена для донора и мотивационная часть. До или сразу после сдачи вам предложат вот такой сок и вафли, а уже в регистратуре вас ожидает больше вознаграждения. Здесь вам выдадут 70 гривен на питание донора и если вы пожелаете, выпишут справку на два дня выходных. Медики говорят, что людей стимулирует не столько материальный фактор и даже невозможность получить звание заслуженного донора. Он после 40 сдач получает льготы на покупку лекарств и протезирование. В украинских реалиях остается рассчитывать только на альтруизм людей. Именно к нему врачи вновь взывают. Несколько минут вашей жизни спасут другую. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.